привет друзья это выживатор и я продолжаю выживать в игре planet nomads это очередной выживач на планете с постройкой техники и базы и прошлой серии я совершил аварийную посадку на планету и нашел несколько обломков и разрушенных кораблей которые попытаюсь использовать для выживания еще мне удалось наладить машину и немного обустроить базу но у меня есть проблема мне нужно как можно скорее начать изготавливать еду я нашел какой-то рецепт вот компактная под машина и еще я хочу научиться делать камеру стазиса который можно будет спать поэтому сейчас я попробую построить эту компактную фат машина наверное вот как-то вот где-то здесь поставим я написано что с помощью этой штуки можно изготавливать продукты питания смотри ее надо только запитать от электричества давай по этим займемся отключим вот так да напрямую получается ну тоже вариант принципе лучше бы конечно чтобы вот эта штука шла сюда давай попробуем не слушается меня вообще я хочу отключить электричество это вот сюда ну давай попробую хорошо вот это отключаем идет сюда отсюда идет например вот сюда так будет работать да вот так будет работать хорошо вот так вот сразу два окей сейчас включаем тогда она на генератор включить отлично все все заработала а здесь надо у нас цвет поменять что за странный жуткий цвет вот так нормально нормально белый свет итак у меня проблема надо срочно попить хорошо и отдохнуть уже пора бы смотри из вот этих вещей можно сухофрукты делать из вот этого питательные капсулы можно делать биопасту сделанную из биомассы от машины да на крайний случай и еще есть возможность делать грязную воду с кремнием с кремнием ожидан а углерод таким образом очищая ее давай попробуем где-то у меня был углерод вот он у меня его довольно много я пока его песен положим и изготовлю ну вот как то так 12 единиц так хорошо что еще и можно пока биомассы на принципе питаться биопасты и тогда это превосходно сейчас я как тут разделить никогда ну ладно никак да и пофигу биопасту можно много где взять например вот здесь из дерева и работ это оригинально первые повсюду и я уже знаю есть вы что уго уго ну уго но что уго У меня есть деревья, у меня будет и еда, это великолепно. Первое время продержаться получится, значит. Скорее всего, выход питательного продукта будет небольшой, но хотя бы как-то. Хотя бы как-то я выживу. Это что у нас вообще такое, а? Непонятно, чего я получаю, видимо, вообще ничего. Да, вообще ничего не получаю. У меня место, что ли? Нет, нет, место есть. А что ж такое? Ну ладно, значит, это не рисует, да? Очень неэффективно как-то все это разбирается, если честно. Уж не знаю, почему так. Питательных растений здесь что-то очень маловато. Ну, тех, которые, по крайней мере, плоды какие-то дают. Пствыnel. Питательных растений здесь просто olur. Питательные растений вот так, да? Хорошо. так хорошо ну что закончилась работа до закончилась прекрасно забираю результаты накидываю еще накидываю сразу биопасты и погнали так теперь я могу строить вот эти камеры стазиса наверное давай попробуем в этой камере я смогу спать мне только ткани не хватает непонятно где мне ее взять ткань я уже использовал на производство одного спальника теоретически я могу наверное взять один спальник выбросить его и таким образом я наверное получу эту ткань обратно надо попробовать мне кажется во всех лучше самый простой способ а Блин Переместить половину Вот, хорошо Теперь один спальник я Бросаю И попробую его Разобрать Нет, похоже не разбирается Давай попробуем на земле разобрать Чтобы если что Хотя, скорее всего, не получится Нет, по земле бьет Ну ладно Тогда по-другому сделаем У меня нет этого ресурса Я не знаю где его добыть Это скорее всего Какая-то ткань Вернее, какие-то растения Может быть Поэтому я пока Лягу так Отдохну Мои сенсоры показывают Ты немного пустой Хорошо, я выспался Потратил еще один спальник И теперь можно Попить Посмотреть, что у нас там получилось Биопаста Она очень слабая Я так смотрю Восстанавливает голод Мне очень много Придется ее съесть В десять раз хуже Чем капсулы питательные Ну и Причем ее нельзя есть Все время Например Некоторое время Уходит на Видимо То, чтобы ее употребить И так далее Наверное, я сюда вернусь Поэтому я выложу Материалы Для производства Возьму только Обшивку с собой На всякий случай Если что-то поломается Ну и вот это возьму Супер еду И супер воду И закрою дверь Чтобы никакая дрянь Не залезла Внутрь И сейчас Мне нужно будет Отправиться Отправиться дальше Чтобы Найти еще что-нибудь Интересное Вот так В первую очередь Это, конечно же Растения Ну, какие-то растения Для того, чтобы Еще что-нибудь сделать Да Ну, какую-нибудь ткань Да Тут железо Ладно Так Это не то Травы Хорошо Биомасса Интересно Вот это что такое Тушаем Мне кажется Это что-то питательное Дай-ка попробуем Собрать Так Я снял Травы Этого растения Опа А вон там Кстати Стадо Стадо Животных Да блин Отстань ты от меня Я что сделал-то Семена Семена Плоды Угу Я могу даже Их посадить И тогда Оно у меня дома Видимо Будет плевать У меня Очень шумно Что-то здесь Давай я Немножко потише Сделаю Звук Очень шумный Здесь дождь Так Где там моя база Там Вон А вот это растение Интересно Что дает Плоды Семена Вау Ямаса Ну Ямаса Не нужна Конечно Блин Надо все-таки Гонять Больше на машине Потому что Очень Большая территория И Ходить пешком Просто Задолбаешься Это вроде бы Должно Там где Такие Светлячки Летают По-моему Это в основном Означает Что здесь Еда Какая-то Здесь Весь шлем Мокрый Блин Ничего Не видно Итак Кладу я сюда Вот эти Растения Семена Пока Пусть будут Я их Вот сюда Положу Ресурсы Сразу Сюда Фабрикатор Ну Давай Посмотрим Так 25 Это хорошо Плоды Токсичны Необработанные Плоды Растений Могут быть Токсичными В очень Больших Дозах А если Их Переработать Они Перестают Быть Токсичными И Просто Питание Питательными Становится Так У меня Есть Возможность Сделать Более Ценные Питательные Капсулы Давай Изготовим Ну все С голоду Уже Не помру Какое-то Время По крайней Мере Мне нравится Что в этой игре Нельзя просто взять И съесть Какие-то продукты Они Ты можешь вернее Их съесть Конечно Но это будет Не лучшим Твоим решением Потому что Все-таки Здесь Другая Флора Другая Фауна Плоды Могут быть Не очень Подходящими Для еды Могут быть Горькими И так далее Могут быть Вообще Для человека Опасными Это реалистично Очень плохая погода На этой планете Блин Сплошной сезон Дождей Ну хотя бы Видно хорошо И то И то Слава богу Грозы Блин Надеюсь Машину Не долбанет Я сейчас пойду Охотиться На животных Мне нужно Много мяса А тут Недалеко Я видел Стадо У меня Нет ничего Чтобы их победить К сожалению Кроме Одного Устройства Сейчас я покажу Если сражаться С ними По честному То они Меня Скорее всего Завалят Но Я же человек Человек Умеет Приспосабливаться Думать Поэтому У меня есть Преимущество Хорошие растения Дают плоды Которые я могу Использовать Для изготовления Капсул Отлично Теперь Сохраняемся Идем на охоту Надо взять Кого-нибудь Помельче Вон там Вдали Одно Одно Существо Попробую Его Бортануть Не знаю Получится Нет Он может Наверное И поломать Мою технику Где это он Убежал Что ли Слушай Ну да Похоже Убегает Бум-бум-бум-бум Так Похоже У меня получилось Но это не точно Да У меня получилось Я разогнался И сбил Этого Быка Ой-ой-ой Так Ну как Брысь отсюда Хорошо Что они Не отреагировали Видимо Для них Это вообще Очень новое Явление Когда их Сбивают Машины Собираем Я получил Мясо Получил Контейнер С биомассой Четыре Мяса Прекрасно Положу Добычу Сюда Где бы Мне Раздобыть Ткани А И попробуем Еще Поохотиться Немножко Не очень Тут удобно Конечно Но Надо Надо Вот Вот На этого Попробуем Давай 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 Вот Вот Видишь Я его Повредил Все Таки Смотри Сейчас Разгонюсь Бум 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 Все Отлично Отлично Получилось Причем Я Похоже Даже Несколько Сразу Завалил Сейчас Альфа Самец Мне Даст Я думаю Может Дать Сагрился Сагрился Смотри Него Можно Понять Лишь бы Тачку Не Повредил Все Бежим Все 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 Уехали Мы Больше Не Трогаем Твоя Самочка Осталась Или Твой Ребенок Я не знаю Ой Простите Конечно Меня Животное Водоросли Остан Ну Водоросли Уживать Либо Я Либо Вы Давай Посмотрим Здесь есть что-то вроде ткани или только биомасса вроде как конечно вряд ли на дереве может быть ткань но видишь какие тут водоросли я по из этих соображений думаю есть еще вариант кстати что ткань можно делать из чего-то мне кажется это скорее всего все так и есть может быть даже из биомассы кто знает опять дождь боже мой значит я наверное попробую сделать ткань вряд ли уж она в готовом виде будет в любом случае что-то так мало я целое дерево блин срубил а всего 7 единиц биомассы получил не простите что-то с этим деревом не так похоже какое-то оно особенное и твердое кстати очень гораздо проще спиливать вот эти маленькие деревья которые как мангровые итак мне удалось решить одну главную проблему проблему еды и воды это уже очень много когда раз у меня теперь эта проблема решена следующий шаг это построить спальное место потому что у меня спальники заканчиваются все ресурсы кроме ткани у меня есть это хорошо можно будет сегодня начать спать уже в нормальном нормальный кровать это даже не кровать это как какой-то как крепк капсула а вот здесь мы хорошо получаем видишь получается разные жилы по-разному дают ресурсы здесь прям очень хорошо видно что какие-то кристаллы торчат видимо это признать того что здесь много ресурсов хотя можно видимо и любой к любой камень захочешь раздербанить и есть шанс что ты найдешь хоть что-то там но не любой ну и большинство из них во всяком случае так вот смотри там еще олень олени и это очень агрессивные они очень активно борются за свою территорию поэтому надо бы с ним пободаться да блин он не хочет со мной бодаться он со мной хочет бодаться только тогда когда я не в машине вот самый легкий способ охоты на этой планете может быть есть еще другие наверно можно сделать винтовку и так далее но у меня пока нет возможности делать винтовки поэтому бодаюсь но тоже на самом деле неплохой способ я бы даже сказал замечательный способ сидишь себе в тепле безопасности гоняешь на машине и охотишься одновременно вообще я плов против охоты отрицательно отношусь не но в случае выживания это единственный способ давай немножко из расчищу чтобы здесь есть потом легче было потому что скорее всего я здесь еще буду гонять тут ведь у нас стада ну поехали 200 метров машине 200 метров это ни о чем а вот пешком это пара минута наверное или даже пара минут ходьбы я всё надеюсь раскрыли в хорошее все и «Х горшков кто блин вот эти штуки мне мешаются а углерод пока важнее для очистки воды наверное использовать а это видимо трофеи какие-то части часть трофея животных необходимы для создания величественного декоративного трофея ну не знаю я не сторонник конечно таких вещей надо кстати не забывать наверное выключать эту ерунду потому что энергии не так много сколько у меня мясо 19 ты что ничего себе прекрасно пусть производится неудобно вот то что инвентарь вот так показан конечно сколько у меня воды 27 ой нет не так вот все теперь у меня уже здесь маленькая маленькая но все-таки производства уже не только дом но и фабрика фабрика выживания блин да когда-то мне нормально дашь заходить ты сюда вот наконец-то смотрим ткани с чего делается она делается из углерода из кремния и и биомассы ну ладно забираем биомассы забираем вот так делаем ткань мне нужно две штуки красота энергопотребление немного увеличилась но не сильно а сейчас ну смотри десятка да нет непонятно в это почти не дает в общем эффекта нет даже до десяточкам в принципе нормально хорошо теперь можно начать строить мне нужны механические электронные детали вот электронные вот механические и теперь я смогу нормально как человек спать вот так проверьте свой планшет блин подожди как планшет открыть ну и в 3 до вот вам нужно произвести лучшую экипировку если вы хотите выбраться с этой планеты все необходим все необходимые улучшения можно найти в компактном арсенале построить его чтобы получить к ним доступ хорошо компактный арсенал арс арс нет вот компактный арсенал 3d принтер для производства снаряжения реактивных разницы в костюмов инструментов оружие батареек и а давай попробуем четверка поставлю я его вот сюда рядом с обычным фабрикатором все у меня для этого есть как ни странно бам смотрим но он требует энергии хорошо опять просит проверить разблокируйте лучший принтер какой возможно для этого вам нужно будет создать несколько высокотехнологичных компонентов вашем арсенале эти дорогие детали необходимы для создания вашего нового принтера надо подключить вот так подключаем и вот сюда хорошо активный лазерный посредник базовый компонент для создания элементов и блоков применяется в основном в активных блоках мульти инструменте ничего не понятно батарейки исследовательский костюм мак-2 улучшенный исследовательский костюм обеспечивает до 30 процентов защиты от внешних воздействий означен фонариком видишь получается что мой костюм не защищен от внешних воздействий умолчанию перемещатель может перемещать размещенные блоки при перемещении блоков расходуется батарея блоки которые могут разрушить структуру не могут быть перемещены кислородный баллон с угольным фильтром позволяет проводить длительные подводные исследования это очень интересно итак давай попробуем сделать исследовательский костюм мне нужна ткань композитные материалы стекло и электронные детали по моему мне ранец тоже нужен давай пока все скину сюда посмотрим на что у меня хватит ой я что спать лег подожди не не нормально так мне кажется даже отчасти удобнее хранить вещи в этом фабрикаторе так давай посмотрим стекло нужно нужно достану вот эту положу стекло сделаем костюм для начала не хватает ткани давай побольше сделаем ну что мы в 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 забрать отсюда сушеное мясо водичку прекрасно и кстати можно сделать капсулы сколько у меня их видимо нет видимо не хватает цветочков ладно здесь что нет неудобно все-таки хранить тут давай так композитные слишком маленький инвентарь специально наверное сделано так вот эти электронные детали я положу сюда ткань и стекло вот и изготовлю этот костюм принт к не все равно не хватает еще пара кустов я думал там у меня лежит уже два я бы мог сделать вяленые так я уже голодаю неправильно голодать когда у тебя есть много сушеного мяса съедаю 3 минуты уйдет на это а у нас снова дождь здесь бы митера метеорологическим ким службам вольготно жилось бы всегда можно прогнозировать дождь и никогда не ошибешься может быть здесь сезон какой-то такой может быть не знаю может быть такая особенность планета может быть такой биом у меня которым все время дождь идет я не даже не представляю ладно пока костюм изготавливается на это уйдет около трех минут я пока пока то прокачусь немного и поделюсь своими впечатлениями к сожалению в прошлом видео когда я был на стриме у меня что случилось со звуком и я не смог рассказать о своих впечатлениях об игре хотя ну вернее я много говорил просто не записался этом я расскажу о своих впечатлениях в целом игра великолепная на мой взгляд здоровский выживать причем с уклоном пожалуй на строительство они на выживание но выживательная часть этой игры есть сделано классным тире скорее всего больше ну когда бочки разрабатывали и они возможно даже больше ориентируясь на то что игра будет просто практика потом креативные постройки про то чтобы сделать делиться этим вот выживать и не наверное прикрутить или уже позже но вот то в каком виде он находится меня в принципе устраивает почему потому что здесь во первых есть нам адекватная система голода жажды изготавливать продукты приходится из адекватных ресурсов но не как например вас обнать и где надо было бедных рыбок ловить и из них высасывают воду в целом довольно таки адекватно то есть можно взять просто собрать воду в ямке что особенно ну скажем так отдельный плюс ты можешь собирать ты можешь изготавливать искусственные какие-то водоемы в них собирать воду и использовать их это просто я такого не припоминаю в других играх так что это круто причем ты получаешь воду не в чистом и как в некоторых играх может быть бывает а ты должен поцентрируешь все таким не нужен уже вот так как бы не в allez пидах ведь тут же у тебя у тебя есть вот я не не догадываю что ты кто-то увидел и тут же ты что-то большие деньги все как шутники отбились еще просто но у тебя это не сейчас не будет так как-то поцентр bunga а потом сейчас увидел и я заметил что вы получаете у тебя что-то есть табрьки а потом что-то охота из всех которые мне довелось пожалуй видеть в играх строительство приятное здесь интересно и удобно и ничего в общем до такого мега хардкорного очень удобно открываешь менюшку там выбираешь и вращаешь блок просто прокручивая колесо мышь это прям очень удобно очень интуитивно понятно без всяких там гайдов без каких-то обучений дополнительно все очень легко делается обучающая система тоже кстати есть она отличная как по мне крафт адекватен и интересен единстве что мне непонятно почему мне обязательно нужно что-то построить для того чтобы открыть новый рецепт ну как-то наверное по-другому это должно происходить то есть я должен построить какой-то один предмет например домкрат и только после этого я смогу устроить кабину машины это странно должно быть как-то по-другому должны быть вот эти наверное паки должны как-то открываться искаться может быть где-то загружаться и так далее а а тут вот как-то странно это то есть явно акцент делся на то что ты просто будешь постепенно постепенно открывать что-то и тебе будет интересно с одной стороны вроде как авторы не вы не вываливают на нас слишком много рецептов и чертежей сразу а зубы страны то что тебе действительно нужно это неудобно сделано вот смотри кстати а использует биологические процессы для очистки воды из микроорганизмов он может получать энергию для своей работы и регенерации угольного фильтра замечательная вещь надо будет сделать и причем у меня же вроде как даже все для этого есть вот но я продолжим делиться впечатлениями все таки однозначно рекомендую эту игру интересная увлекательная адекватная адекватная игрушка с внятным крафтом с адекватными требованиями к ресурсам они как в ноу-мэн-скай где ты постоянно должен фигачить одни и те же ресурсы где ты обязан постоянно деревья гриндить и так далее и ведь тебя это все время очень бесит нет здесь адекватная система если не считать вот эти проблемы с непонятно с непонятным строительством с непонятным открытием чертежей я тут особо недостатков не вижу но может быть стоит добавить недостаток то что почему-то машину совсем не слышно но с другой стороны электромобилу ли в принципе тоже не слышно потому что нет двигателя которым мы привыкли который бы шумел но все-таки как-то уже привычно что машина должна жужжать это как это немного странным кажется и и очень непривычно что еще стоит добавить ну маловато видов оружия то есть вообще в принципе не очень правдоподобно не очень правдоподобно реализовано выживание на старт у тебя практически ничего нет у тебя есть только еда вода этот мульти инструмент и все ну а еще есть спальные мешки странно что спальные мешки заканчиваются конечно при этом авторы продумали разные руины разные уничтоженные корабли которые здесь лежат на территории планеты это очень интересно исследовать мне очень нравится все это интересно строить интересно выживать так что в принципе я вам эту игрушку рекомендую меня были скептические ожидания относительно этой игры но я рад что я ошибался здесь кстати влияет температура здесь в зависимости от того насколько ты устал изменяется то как быстро ты теряешь как быстро ты начинаешь хотеть есть пить и так далее все по нарастающей нужно заботиться о себе очень внимательно это тоже отдельный плюс мне очень нравится что в этой игре можно сделать такой корабль какой ты хочешь какой тебе нравится и там где где ты должен открывать какие-то корабли как-то покупать новые чертежи или плать ну платить платить реальные деньги например за открытие новых кораблей ты сможешь это то же самое сделать самостоятельно на базе тех технологий которые у тебя есть тоже круто скажем в том же например star citizen который мне очень нравится ты должен заплатить деньги большие деньги за то чтобы за то например открыть баги ну не купить баги себе это чтобы сделать корабль есть и конечно должен сделать сам этот корабль но тем не менее ты можешь по креативить и будь то примерно такой же корабль какой там все это будет здорово если что конечно игрушку не могу рекомендовать людям у которых не очень мощный компьютер потому что я не знаю как он будет работать у меня чувствую ну я прям папа своим показателям вижу что компьютер работает с некоторой нагрузкой причем нагрузка не на видях а на процессор и на оперативной памяти на жесткий диск вот идет поэтому несмотря на то что она не не очень прям красивая она требовательная что касается сюжета сюжет здесь есть это для выживача уже некоторое новшество не во всех поживающих есть бывают сюжет и за это большой плюс интересно что сюжет подается в виде вот таких дневников это дешевый вариант но он вполне рабочий потому что ты можешь тебе интересно исследовать новые территории тебе интересно куда-то отправляться что-то искать и исследовать территорию искать какие-то зацепки тебе интересно что же здесь произошло тебе интересно узнавать что было у этих людей почему они оказались здесь почему почему они не выжили и так далее я пока я очень устал поэтому я иду ложиться спать а на этом хотя нет вернее я пожалуй продолжим графика графика довольно таки хорошая мне очень нравится что здесь кстати говоря вот эта база который ты строишь она выглядит как база как база какую-то космонавта там она выглядит как строение из фантастических фильмов или книг или игр а вот в некоторых других играх базы как какие базы не построй все выглядят как какой-то я не знаю чмошный домик мне очень нравится например те базы которые мы строили в ноу-мэн-скай я об этом много говорил когда играл на нее на стриме отвратно просто отвратно выглядели те базы есть несмотря на то что все это сделано из кубиков когда ты можешь сделать нормальную базу причем она будет выглядеть вот вещь она будет какая-то там с углами с каким деталями красиво она нибудь блин как из бревнышек сделанная это будет высокотехнологичный аван пост понимаешь сделанные там с применением возможно какие-то нано технологии и тому подобное высокотехнологичным инструментом а там это выглядел как-то все так что это у меня тут такое произошло не брать все нормально вот так что очень очень даже здорово все выглядит если конечно вот мне странным кажется почему вот это вот это вот это этот аквариум это скорее наверно аквариум почему это он работает как очиститель не затрачивая между прочим никаких вообще ресурсов можно очищать воду это немного нарушает баланс возможно почему-то там надо использовать в энергию и углерод до для очищения а тут он все как-то микробами каким-то обеззараживаться ну ладно может быть микробы высокотехнологичные бог с ними не знаю откуда он конечно достал может быть как-то сгенерировал ладно забудем об этом не буду сильно докапываться по этому поводу но это странно это однозначно странно вот что еще сказать музыка приятная не напряжная геймплей очень интересный мне нравится что здесь и все выглядит так высокотехнологичного это похоже на какой-то корабль здесь ну было по крайней мере похоже здесь стекла там все такое ты можешь ходить по этим руинам разбирать их какие-то ресурсы добывать это все полезно это все действительно выглядит как часть какого-то корабля не просто какие-то чертовы кубики и так далее вот дополнительный плюс то что тут ты именно выживаешь после к возле после крушения и ну тебя у тебя скажем так есть понимание что ты все-таки тебе никто не поможет ты сам должен все делать но это как раз интереснее ну то есть если бы ты просто прилетала на планету я слава и был ее наверное это было бы немного менее хардкор на ну то есть ты же скорее всего прилетел совсем необходимым а здесь вот как раз такой замечательный туториал который объясняет тебе как играть и при этом показывать тебе что же здесь случилось поэтому тут обучение обучающую миссию проходить надо обязательно что ж у меня на этом все проходить эту игру я обязательно буду в дальнейшем если тебе понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал звени в колокольчик и до встречи в убежище на моем канале пока до встречи в колокольчик